Всем большой привет! Показываю сегодня цветение своего обалденного гибрида Phalaenopsis Genmin Naconda. Он просто шикарен. Я знаю, что тот кто следит за мной в инстаграм уже успел полюбоваться этой красотой. Да-да, я плохая девочка. Я не выдержала и выложила фото раньше, чем сделала видеоконтент. Хотя фото я специально делала для того, чтобы в инстаграме показать фото и написать, что выходит видео. Поэтому бежим и смотрим, получаем массу удовольствия. Но не удержалась. Да, не удержалась. Но уже что сделано, то сделано. А сегодня видео. И это вот такая красотка. И опять-таки те, кто уже видел фото, знают, что у меня случилась вот такая мутация. У нее срослась губа. И вот такая она неправильная. Вот такой мутантик. Выглядит, конечно, интересно. Но я очень надеюсь, что все последующие цветения будут нормальными. Ну что ж, вернемся к цветку. И очень, правда, красивый цветок. Очень красивый желтый цвет. Цветок плотный, кожистый, очень интересный на ощупь, очень фактурный. К сожалению, вот я сейчас всматриваюсь в экран камеры и понимаю, что не сильно она хорошо это передает. Но вот эти вот пятнышки, они все фактурные, они все объемные. И когда вы трогаете пальчиками лепестки, вы прям вот чувствуете, как пупырышки под пальчиками сменяют один другой. И даже самые-самые вот эти вот меленькие точечки, они тоже фактурные, они тоже объемные, они очень классные. И еще такой большой плюс для нее. Каждое цветение разное. Каждое цветение эти точечки меняют свои места. Никогда не будет одинаковых цветов. Разные, в зависимости от освещения, будет разная насыщенность, разное количество вот этих вот точечек. И это очень-очень круто. И вот, вот честно, я никогда не думала, что я буду в таком восторге от, в принципе, обычного для нас гибрида. Он много у кого есть. И он не новый-новый гибрид, но очень-очень красивый. И, кстати, у него очень хороший аромат. Да, мне очень понравился аромат. Вы знаете, вот он не как у Специоза. Специоза умудряется заполнить своим ароматом пространство. Этот нет. Ты, когда стоишь рядом, ты его чувствуешь, но тебе надо найти цветок, который пахнет. Но зато, когда ты уже подносишь ближе к себе, ближе к носу сам цветочек и вдыхаешь, то аромат насыщенный, такой плотненький, я бы сказала, но не резкий. Приятный-приятный цветочный аромат. К сожалению, вы, наверное, уже и слышите по голосу, у меня заложен нос, поэтому я не могу очень прям все тонкости аромата описать. Но он очень-очень приятный. Это, кстати, новелти гибрид. Да, они отличаются определенной формой, определенной плотностью цветка, ароматом и строением цветоноса. Новелти гибриды не цветут огромными пышными шапками, огромными пышными цветоносами. Они обычно выпускают пару-тройку цветов. При хорошем уходе, когда растения у вас адаптированы, то оно уходно будет свести пятью цветами. Некоторые даже добиваются семи цветов, но это большая редкость. Но, опять-таки, они любят наращивать цветоносы, могут держать несколько цветоносов. Они их не засушивают после того, как отцвели и продолжают с них цвести дальше. Они их хорошо ветвят. И когда у вас уже взрослое, сильно адаптированное растение, смотрится очень красиво, потому что выпускается сразу много цветоносов. И вот такие маленькие букетики по несколько штук, на нескольких цветоносах, смотрятся очень красиво, очень пышной шапкой. Плюс новелти гибриды не отращивают очень длинные цветоносы, поэтому, в принципе, это цветение происходит вокруг куртины, вокруг листьев и смотрится очень красивой шапкой. Моя у меня появилась совсем недавно. Очень активно наращивает крюшки. Сейчас начала растить листик, вырастила второй цветонос, со старого цветоноса цвести не захотела. И вот порадовала таким мотантиком. Видите, вот так вот срослась. Вот такой короткий портретик, очень приятная орхидея, рекомендую вам. Очень интересно смотрится. И это она с подсветкой. Вот так она смотрится не очень сейчас удачно, пасмурненько. Но вот так, в принципе, она смотрится без света. Единственное, опять-таки, пятнышки уходят в такой темно-темно-бордовый, а камера все-таки выдает их более красненькими. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, делитесь с друзьями. Обязательно заглядывайте в описание. Там много разных ссылочек всегда бывает. И пишите мне. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.